Почему ипотека на вторичку дороже, чем на новостройку? Это заговор банкиров или риэлторов с застройщиками? Почему нельзя купить вторичку по льготной ипотеке? Айтишники должны страдать в новостройках? Нас хотят загнать в человейники? Давайте разберемся, почему так. Действительно ли все в злом умысле и деньгах? Или у такого формата господдержки есть позитивные моменты? Я Наталья Плеханова, риэлтор с более чем 25-летним стажем. С недавнего времени успешный блогер. Чтобы разобраться в этой теме, нужно мыслить не как обычный человек, который хочет получить ипотеку, а мыслить как государство. Ведь именно государство выделяет деньги на господдержку. Государство поддерживает деньгами не просто так, потому что оно хорошее и милое. На это есть свои экономические причины. Первая причина – это стимулирование строительной отрасли. Поддержка льготной ипотеки способствует развитию строительной индустрии. Но как? Банально повышая спрос. Ипотека становится доступней большему количеству людей. Спрос на новые квартиры повышается. Строители начинают строить больше домов, создавать больше рабочих мест, делать больше заказов на стройматериалы. Строительная отрасль экономики, стройматериалов, логистика – все это приходит в активное движение. В отрасль приходит много рабочих, которые получают зарплату и тратят ее. А самое главное – участники этих процессов платят налоги. Да, они больше зарабатывают, следовательно, больше отдают в казну. Так что льготная ипотека на новостройке с точки зрения государства – это инвестиция в развитие собственной экономики. Теперь перенесем все это на вторичный фонд. Льготная ипотека не запустит подобные процессы, если государство начнет поддерживать покупку жилья на вторичном рынке. Это вложения, которые не принесут такого бурного развития. Да, людям, которые хотят купить квартиру во вторичном фонде, это радости не добавляет. Но мы договорились мыслить с точки зрения государства, которое распределяет свои деньги. Конечно, такая политика привела к определенным последствиям. Но у каждого решения есть как негативные, так и позитивные последствия. Нужно привыкать к новым условиям и как-то еще квартиру покупать. Мы продолжаем мыслить как государство. И одной из основных проблем является низкая рождаемость. Молодежь мало рожает. Меньше граждан – меньше налогов. Это приводит к тому, что людей пенсионного возраста, которых нужно содержать за счет работающих граждан, становится больше, чем, собственно, работающих. Нужно как-то стимулировать молодежь создавать семьи, рожать детей. И льготная ипотека – это как раз такая стимулирующая мера в глазах государства. Таким образом, для молодежи упрощается покупка собственного жилья. Вот вам новая квартира по льготной ипотеке. Живите в ней счастливо, рожайте детей. Именно поэтому льготная ипотека в основном нацелена на молодые семьи. Но чтобы убить двух зайцев сразу, стимулировать строительную отрасль и поддерживать молодежь, льготные и семейные ипотеки распространяются именно на новостройки. Третья причина господдержки на квартирах в новостройках – это контроль качества. Новостройки более надежны с точки зрения качества строительства, что уменьшает риски для государства по программам господдержки. Я, конечно, не могу мыслить как государство, но на старый фонд с деревянными перекрытиями вам вряд ли дадут льготную ипотеку. Напоминаю, мы думаем как государство. Пытаемся анализировать, что выгодно в первую очередь ему. Ведь деньги на льготную ипотеку – это государственная поддержка. И тут есть еще важный момент. Поддержка государства на новостройке выгодна еще и застройщикам. Поэтому часть ипотеки субсидируют застройщики. Они ведь очевидно заинтересованы в продаже своих объектов. Строительный бизнес берет часть финансовой нагрузки на себя, тем самым привлекая новых покупателей на свои объекты. Итак, мы поговорили, почему выгодно льготно кредитовать население на покупку новостроек. А в чем невыгодность такой поддержки при покупке вторички? Возвращаясь к вторичному фонду. Почему ипотека на вторичное жилье обычно дороже? Выделим несколько причин отдельно. Во-первых, риски. Банки видят вторичное жилье как более рискованный объект для залога. Из-за возможных проблем с качеством и состоянием жилья. Старые коммуникации, фундамент, перекрытие и еще много причин в зависимости от того, насколько дом старый. Чем более старый дом, тем больше в нем все изношено. Не дай бог рухнет подъезд, как недавно у нас на Гороховой в Питере. С точки зрения банка он просто лишается залога, если вы не можете платить по ипотеке. Вторая причина связана с первой – старение объекта. Вторичное жилье часто требует дополнительных затрат на ремонт и обслуживание из-за своего старения. Это снова повышает риски для банка. Третья причина тоже очевидна с точки зрения банка – ликвидность. В случае дефолта заемщика вторичное жилье будет сложнее продать, что также увеличивает риски для банка. В общем и целом, в новостройках банки видят меньше рисков и поэтому предлагают более выгодные условия для ипотеки. Государство тоже видит выгоды льготного кредитования именно при покупке квартир в новостройке. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк и подписывайтесь. Это очень важно для продвижения моего канала. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и пишите в комментариях свои пожелания.